здравствуйте сегодня я вам покажу как можно связать вот такого хитрого и красивого зверька как мышь для рыбалки по лососю и другой рыбе но к сожалению не в нашем регионе на украине такой приманочкой порыбачить можно только щуку это не всегда получается довольно таки проста в изготовлении единственный недостаток это идет больше расход меха почему я вам покажу приступим для вязания я использую как обычно крючки фирмы strike которая специально для щуки ставим крючочек приблизительно он у нас где-то 120 большого значения не имеет здесь какой увеличенный себе будете вязать в эту мышку так вы себе и подберете крючок особенность вязания здесь заключается в том что мех не стрижется приступим обвязываем полностью все цевьё ниткой и у меня вот такие есть кусочки кожи если у вас нет вы можете спокойнее взять перо фазана 45 бородок проклеить лаком их и спокойно использовать в качестве хвостика это не такая большая проблема что можно приспособить значит длина хвостика вы выбираете себе визуально как вам будет удобно но очень длинный хвост тоже не совсем хорошо прихватили посмотрели остаток отрезали по всей длине цевья чтобы тело было наше ровное прихватили в одной точке и начинаем приматывать прихватили добавляем немножечко супер клея для того чтобы мушка наша была крепкая мы супер клей будем постоянно использовать при вязании этой мушки так как хоть лосось хоть таймень рыба серьезная и приманка в зубах долго не служит если она недостаточно крепкая прихватываем хорошо проматываем единственный небольшой такой недостаток этой мушки при намокании при длительном нахождении в воде она намокает и тяжело ее потом забрасывать на хвостовой снастью ну вручным удилищем очень удобно одноручным не очень теперь я в качестве улучшения ее плавучести взял вот такие два кусочка отрезка пенки и креплю ниже под загибом один и второй кусочек так чтобы они у меня выходили по центру нет поправим для чего это нужно вы потом увидите в процессе вязания почему два кусочка для дальнейшего вязания нам очень удобно мы вот так вот увели их в сторону и они нам не мешают в дальнейшем вязание мушки и теперь приступаем к самому вязанию берем наш мех оленей вот такие вот приблизительно такой длины больше не не надо потому что будет еще больше расход меха эти можно использовать мех косули мех оленя лося расцвет очку подберете себе сами светлей темнее под шерсток я не убираю потому что нам нужна пышность примерили первый пучочек нашего меха и прихватываем вот такими затяжными петелечками немножко придется быть левшой раз и два сверху этот остаток меха я отрезаю отрезали и заодно катушку это не страшно такое бывает промотали теперь для того чтобы дальше нам укладывать мех мы для себя обратили внимание какой будет длины и также пучочек за пучочком теперь будем отрезать и укладывать с трех сторон на брюшки стараемся мех не укладывать потому что по большому счету он там нам и не нужен так как у меня будет там стоять пенка а если вы не будете ставить пенку а будете провязывать мехом по любому по любому вы его будете состригать что тоже не совсем хорошо в расходе этого материала прикладываем прикладываем примерили прихватили прихватили перехватили и затягиваем затянули перехватили если мех уходит немножко вниз это не страшно так оно и должно быть в процессе потом по любому вы его будете подстригать и он мешать не будет остатки опять же берем отрезаем сами кончики обрезали убрали с другой стороны и и и и и и и Придерживаем мех и проматываем. Обрезаем концы. Посмотрели, еще можно немножечко добавить. Добавим. Вот, трамбовали, подплотнили немножечко и добавили нашего клея промотали хорошо. Клей можно использовать в любой водостойке, который вам понравится. В том числе и можно использовать момент. Промотали. Вот у нас получился первый этап вот такой нашей мушки. И дальше до того момента, где мы будем формировать голову. Я пока сделаю паузу, довяжу так. Вот мы дошли с вами до того момента, где надо формировать голову нашей мышки. Теперь мы сделаем следующую операцию. Для повышения плавучести в начале мы с вами поместили две полоски вот такие пеночки. Теперь что мы делаем? Промажем хорошо клеем брюшко. Если там у вас находится мех, желательно его подстричь. Так как он будет создавать бугорочки и неудобства для крепления пенки. Проматывать проволокой, ниткой нет смысла. Потому что сама по себе пенка и клей очень крепко держатся. Уже проверено. В этом году я изготавливал такого типа мышей. Буквально мне месяц назад пришло подтверждение, что очень хорошо, долго служит и практически почти в два раза увеличен срок плавучести нашей мышки. А это немаловажно. Переворачиваем вот так. Посмотрите, я вам покажу. Соединяем нашу пенку, которую мы слегка натягиваем. И доводим до крепления там, где будет крепиться наша голова. Прихватываем. Вот так. Раз. Два. Остатки отрезаем. И хорошо проматываем. Стараемся ниткой не перерезать нашу пенку. Так. Вот. У нас вышла вот такая конструкция. Цвет вы можете брать любой. Он не имеет практически никакого значения. пенку. Потому что почти все поклевки происходят в сумерках. И реагируют только лишь как на саму плывущую приманочку. Некогда рыбе, когда кушает, ее рассматривать. Промазали еще клеем. И еще подмотаем. Так. Теперь берем наш мех и пучочек берем побольше. где-то толщиной с хороший карандаш для рисования. Вот сейчас убираем поломанные. Убираем подпушек. И укладываем на место крепления нашей головы. Делаем один оборот. Не притягиваем. Делаем второй оборот. И после этого только начинаем крутить наш шарик. Сделали. Подтрамбовали его. Если есть у вас возможность приобрести разные трамбовочки. В интернете их очень много. Помогают. Ну, я пользуюсь проверенным своим способом. Подмотали. Вывели вперед нитку. Делаем еще один шарик. Раз. Два. и прокручиваем и прокручиваем по трамбовали так и на этом наш этап вязания мышоночка пока будет остановлен так как подстригать я пойду другое место мех разлетается и потом мог очень сложно собрать вот мы подстрели голову нашему мышонку она выглядит вот так как вы видите теперь остается нам только приклеить глазки для этого я использую можно вы можете вы использовать клей момент но я использую клей который быстро сохнет гелевый так здесь одна особенность для того чтобы глазки хорошо держались на мехе необходимо хорошо пропитать клеем прямо до основания вот так и клеим глазки чтобы не прихватило сильно наши руки я использую но можете любой там инструмент который у вас есть до беновую иглу ножницы частности мне ножницы больше здесь под руками подошли вот так у нас наши глазки у мышонка подклеились но так как у нашего мышонка глазки черные как я думаю мы их немножко подкрасим с вами вот так один и второй глазик и немножко нанесем лака на место для нашей глазики на место для нашей глазики капельку вот так раз и с другой стороны и с другой стороны два и проклеим лаком носик где мы делали завершающий узел еще есть несколько вариантов изготовления этой мушки частности для того чтобы на воде она не клевала носом я еще вот из меха песца дополнительно изготавливал спереди кисточку вот приблизительно вот так еще крепила здесь кисточка тогда промазанная клеем как у Михаила с копца и она красиво тогда носиком у нас дает но в данный момент у нас достаточно здесь материалом наша мушка не будет тонуть и будет хорошо себя вести на воде вот как вы видите глаза мы уже приклеили я вам покажу в таком варианте и наш мышонок готов к рыбалке всем большое спасибо до скорых встреч 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 Продолжение следует...